Здравствуйте, меня зовут Самойленка Наталья. Ну вот мы и добрались до песчаной почвы. Многие, кто ведет садоводство на легких грунтах, считают, что ничего хуже быть не может. Спешу вас успокоят. Владельцы глиняных и торфяных участков думают так же. Не бывает садовода, которого устраивает его климат, участок или рельеф, который ему достался. Всегда кажется, что кому-то легче. Песок, песок это не так уж и плохо. В этом сюжете я расскажу о растениях, которые просто созданы для таких грунтов. Если меня занесет и ролик окажется очень длинным, то мы разобьем его на несколько частей. Плюсы и минусы песчаных грунтов мы разберем в другом сюжете. А пока, пока лаванда. Не знаю ни одного человека, который не любил бы лаванду. Я лично часами могу рассматривать фотографии с лавандовыми полями. Но долгое время мне казалось, что это растение не для нашего сырого климата. Ведь в природе она встречается на сухих каменистых холмах средиземноморского бассейна. А у нас? А у нас сырое болото. Любимое, конечно, но болото. Но клиенты хотят лаванду. И хочешь, не хочешь, а познакомиться с этим растением поближе все равно пришлось. Сначала это были неудачные эксперименты. Потом появился свет в конце туннеля. И сейчас мы с лавандой, если не друзья, то очень хорошие знакомые. Полями я ее высаживать все равно боюсь, но небольшими куртинками почему и нет. Думаю, что пора набраться смелости и сделать лавандовый бордюр вдоль гравийной дорожки. Представьте себе, под ногами приятно хрустит отсев, а вокруг вас пьянящий запах лаванды. Все, хочу лето. Итак, южане уже побежали за лавандой, а мы с северянами пытаемся разобраться, почему на одних участках лаванда растет хорошо, и ее даже можно назвать беспроблемным растением, а на других ежегодно выпадает. Или в себя приходит только в конце июня. Мы не всегда учитываем, что лаванда не нуждается в том объеме воды, которым мы ее обеспечиваем. Ей нужно солнечное открытое место, и песчаные почвы ей вполне подойдут, так как лучшего дренажа представить себе сложно. Регулярно поливаем только в первое время, пока не убедимся, что корневая система заработала самостоятельно. И еще, не мульчируйте травой или сосновой корой. Это может вызвать корневую гниль. Хотите замульчировать? Пусть это будет отсев или мелкий гравий. Также следует учитывать, что лаванда терпеть не может кислые почвы. Это что касается агротехники. Но есть еще один важный пункт при выборе самого растения. Это вид. Дело в том, что род лаванда насчитывает 47 видов, и только один у нас зимует. Это классическая лаванда узколистная, или, как ее еще называют, английская. Этот вид прекрасно чувствует в себя дно, зимует под легким укрытием. И еще, мне кажется, что лаванда идеально подходит для контейнерного озеленения. Но оставим эту тему для зимы и до будущих экспериментов. И мне вообще-то кажется, что лаванда настолько хороша, что заслуживает отдельного сюжета. А мы? А мы переходим к следующему растению. Артемисия. Какое красивое название. Вряд ли кого попало назовут в честь правительницы Галикарсана, правевшей в 480 году до нашей эры. Причем, вроде бы, она была талантливым военачальником и отличилась в морских битвах. Хотя, точно утверждать не буду, этот период не мой конек. Ну и какое растение носит такое величественное имя? Конечно, полынь. Для нас с вами интересны виды серой пепельной листвой. Хотите подсказку? Как это правильно кажется? Лайфхак. Такой цвет листвы характерен для засухоустойчивых растений. Это своего рода защита от палящего солнца. Полынь любима многими. Ее высаживают не из-за цветов, они невзрачны. Цветение проходит незаметно. А любят ее из-за листвы. Листья перистые, бархатистые, очень приятные на ощупь. И стоит их потереть, как появится восхитительный аромат. Декоративные виды полыни, а для нас они все декоративные, мы ведь привыкли к полыни обыкновенной, хороши для бордюров или как почвопокровные растения. Почвопокровные, удивитесь вы? Да, если речь идет о полыни стеллера. Если не брать уж совсем суровые бесснежные зимы, то она неплохо себя показала. Ее ареал распростерся от Дальнего Востока до Аляски. Посмотрите, какая она красавица. А теперь представьте, как на ее фоне хорошо будет смотреться шалфей, вероника и многие другие растения. Немного менее устойчива, так как иногда выплевает, это полынь шмитта. За счет тонкого рассеченного листа она смотрится более изящно. Достаточно необычно смотрится полынь полевая. Должна зимовать, но точно сказать не могу, так как ни разу с ней не работала. Если у кого-нибудь есть опыт работы с ней, расскажите обязательно. Это, конечно, еще не все. Есть холодная полынь, маленький кустарничек. Полынь мессершмита, жительница Дальнего Востока, Сибири и Монголии. Она совсем не малышка, где-то около полуметра в высоту. Очень необычная руталистная полынь. О скольких я еще не упомянула. Придется ей о полыне сделать отдельный сюжет. Переходим к следующему растению. Розмарин. Розмарин меня поразил в Израиле. Как он там хорош. Еще бы! Ему не нужна вода, его стихия – сухая песчаная почва. У нас на северо-западе ему и сыро, и холодно. Розмарин у нас почти не зимует. А если и переживет нашу зиму, то долго приходит в себя. Но мы же можем использовать его как однолетнее растение. Разве вы не найдете ему место на грядке с пряными травами? Или сможете отказать себе в удовольствии поставить кустик розмарина на обеденный стол? Или вариантов много. Ну а если вы живете на юге, то начните свое знакомство с розмарином на постоянной основе. А мы вам будем завидовать белой завистью. А говорят, что сорт Локвуд де Форест или Ирен идеально подходит для розмаринового газона. А седумы – герои нашего недавнего сюжета, наделавшие столько шуму. Высокие седумы – это поистине осенняя радость. А почвопокровные сделают вашу горку из камней настоящим произведением искусства. В наши дни в питомниках есть невероятное разнообразие седумов. Они суккуленты, поэтому по своей природе они приспособлены к сухой песчаной почве. Почему-то многие считают, что если им достался песок в качестве родного грунта, или они живут в жарком регионе, то сад теперь должен быть лишен ярких красок. Ребята из Казахстана, Инна и Денис, хватит болеть одними хвойными. Обратите внимание на другие растения. Вы только себе представьте, как ваши стриженные формы будут смотреться на фоне цветущего шалфея. Рассмотрите шалфей Дубравный. Многолетник, достаточно устойчивый и хорошо себя зарекомендовавший. А однолетний. Еще каких-то 30 лет назад этот вид украшал все городские клумбы. Мне не очень нравятся красные сорта, но кроме красного есть алый, глубокий пурпурный, электрик, вся палитра синих оттенков. Шалфеи быстро растут, разнообразны по высоте, и самое главное – цветение длится неделями. А если после того, как однолетний шалфей отцвел, и вы его срежете, то получите еще одну волну ярких красок, которая продлится до первых морозов. Не думайте, я не разлюбила хвойные. Я, как и прежде, считаю, что они являются костяком любого сада. И бедные песчаные почвы им ни почем. Я понимаю, что многолетние цветы правят балом всего пару месяцев, а весь остальной период картинку держат в основном хвойные. Но ведь и хвойные можно и нужно подчеркнуть. К примеру, гигантским луком. Гигантский лук – растение, которое с года в год будет радовать вас своим цветением именно на песчаной почве. Посмотрите, как он хорош. Поистине гигант. Он выше меня. Я метр пятьдесят, а лук может вырастать до метра семидесяти. Все зависит от сорта. Он хорош долгим цветением, но даже когда отцветает, его головки не уродуют, а только украшают сад. Давайте еще раз затронем тему однолетников. Разве можно себе отказать в медовом запахе, который источает алису? Да, он однолетник. Но сколько можно сажать бархатцы и петунью? А алису просто создан для песчаных грунтов. Немного проблемное для нас растение, но, возможно, я к нему подхожу не с той стороны, это будлея. Если есть садоводы, которые на северо-западе имеют с ней положительный опыт, обязательно расскажите. Потому что сложно отказать себе в удовольствии и не посадить будлей у себя на участке. Можно устроить конкурс. Фото будлей без бабочек. У меня нет ни одной фотографии, где бы в кадр не попала бабочка. Этот кустарник так и называют. Бабочкин куст. Не могу сказать, что будлея так уж сильно любит песок, но она адаптируется к любым почвам, в том числе и песчаным. Возможно, если бы я это учла, то опыт был бы немного более удачный. Ведь песок рано оттаивает. Надо попробовать. А что вы скажете об изгороде из сибирского гороха? Это, наверное, одно из самых выносливых растений в мире. Как следует из названия, растения чрезвычайно терпимы к холоду, но в то же время также терпимы и к легким песчаным грунтам. Это лиственный кустарник. Цветет ослепительно-желтыми цветами в середине лета. Догадались, о ком я? Я дам вам 5 секунд. Точно. Это желтая акация. Это растение используется как декоративное в России еще с 19 века. Был период, когда она немного набила оскомину, так как ее высаживали абсолютно везде, особенно в тенистых местах, где она все время болела мочнистой росой. Но не стоит забывать, что карагана древовидная, а так правильнее будет ее называть, очень отзывчива на стрижку. Интересна она зимой за счет своих желтых побегов. И еще, еще три ощутимых плюса. Первое. Улучшает почву. Второе. Закрепляет песчаные склоны. И третье. Является прекрасным медоносом. Слышала, что она еще способна отпугнуть гадюк, но это непроверенная информация. Может, кто-нибудь из подписчиков сможет как-то это прокомментировать. Следующий герой – это роза Шарона. Или сирийский гибискус. Как пишут о нем на многих сайтах, гость из тропиков в умеренном климате. Мерится с песчаными грунтами, но в период цветения нуждается в большом количестве воды. Самые распространенные цвета – белые и пурпурные. У нас это в большинстве случаев однолетник. Но ведь кроме Ленинградской и Московской области есть и другие, более южные регионы и страны. Там он зимует и радует цветоводов эффектными цветами. Нельзя забывать про облепиху. Ей на канале аж целых два сюжета посвящено. Если пропустили, обязательно посмотрите. А я пока пару слов скажу о лохе серебристом. Это растение также может претендовать на отдельный сюжет. Он зимостойк. Ему подходят песчаные грунты. Но сильной засухи он не переносит. Хорошо выдерживает стрижку. Прекрасно показал себя в городских условиях. Немного агрессивен и незаслуженно забыт. Для первого раза, наверное, хватит. Да, и я помню про кустарники и деревья для глинистых почв. Извините, подзадержалась. Но обязательно исправлюсь. Счастливого вам садоводства. Хорошего дня. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Обязательно оставляйте комментарии. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok